Владислав Атрошенко Андрей Рубанов Лауреат премии «Национальный бестселлер» Известный писатель, сценарист А также один из руководителей Союза писателей Москвы Даниэль Орлов Специально приехал к нам сегодня из Санкт-Петербурга Писатель, один из руководителей Союза писателей Петербурга Некоторое время назад мы с ним уже виделись И я с удовольствием обсуждал роман под названием «Чеснок» В программе «Открытая книга» на телеканале «Культура» Кстати, в ближайшее время будет новая порция бесед В этой программе на этом канале И здесь же с нами один из руководителей Союза писателей России Главный редактор литературной газеты Максим Замшев, писатель Литературный критик Музыкант Автор романа «Концертмейстер» Который мы также обсуждали в том числе На телеканале «Культура» в программе «Открытая книга» Но сегодня тема нашей беседы не те произведения, которые написали мои замечательные собеседники А сформулирована она так Писатель Творческая свобода и цеховая солидарность Свобода Я с вашего позволения присяду Это, конечно, много чего Это одиночество Это безоглядность Это Независимость Как говорил в свое время писатель и философ Александр Зиновьев Я есть суверенное государство из одного человека А цеховая солидарность Это То, ради чего, на мой взгляд, и затеяна та ассоциация Которая и представляет наш сегодняшний разговор Не для того, чтобы кого-то идеологизировать Бить по башке Засовывать в прокрустого ложа Загонять в литературный колхоз Принуждать К единомыслю Нет Для защиты этих самых Свободных и независимых творческих единиц Мне бы очень хотелось Сегодня Выстроить этот разговор с этими самыми творческими единицами Которые сидят рядом со мной И поговорить об этом балансе Между Литературной солидарностью И Творческой свободой Собственно говоря Друзья мои, а чего вам не хватает? Есть ли вообще смысл писателям объединяться? Сбиваться, как кто-нибудь бы сказал, в стае? Или вот у тебя есть ноутбук Небо над тобой Пиши Твори для читателя А больше ничего и не надо Как полагают многие А все остальное Соблазны, искушения То, что будет нивелировать твой талант Так это или не так? Я-то думаю, что не так И солидарность нужна Но что скажут мои друзья Которые не только замечательные писатели Но еще и представители Организаций Вот есть тут один микрофон Начну я, наверное, слева направо А у вас есть микрофон, да Максим Адольфович, а зачем вам Все это? Зачем вам союз писателей? Дорогие друзья Ну, во-первых, спасибо, что пришли В такой сложный период И ваше здесь присутствие Как раз отчасти И отвечает на мой вопрос Да, все, конечно, очевидно и верно Что лучше быть вместе Чем быть порозней Я, например, вчера только вернулся Из Ярославля Где В нашем мероприятии Литературные газеты Связанные с Патрионским грантом Участвовали руководители И Союза российских писателей И Союза писателей России И как раз Мы вместе встречались С начальником управления культуры местного Как хорошо, что есть ассоциация И мы наконец-то здесь вот Собрали двух представителей Которые раньше, скажем так Вам не были очень дружны И мы, в общем, не расставались До самой ночи Обсуждая Те вещи, жаль, не удалось записать Можно было бы вполне Это здесь послушать Вот Что не хватает Лично мне Я бы не делал Сейчас уклон На разные социальные вещи Но они настолько очевидны Что они должны быть Что здесь даже Как будто не о чем Дискутировать Но у меня Все последние годы И порода работы В литературной газете Когда, конечно, много читаешь И следишь за творчеством коллег Да и До того, как я занял Эту должность Я варился в этом Писательском мире Я понимаю, что сейчас Реально огромное количество Интереснейших авторов Такого расцвета литературы Я думаю, не было никогда Они Некоторые из них состоят В союзах Некоторые нет Судьба каких-то Литературная Успешней Кого-то менее успешна Но На это Богатейшее предложение Мы не всегда видим Тот спрос Который должен быть Почему? Ну, глупо, наверное, было бы В сторону читателя Здесь какие-то Пускать стрелы Я полагаю, что Главная проблема Это отсутствие Площадки для диалога Между писательским Сообществом И читательским Но чтобы этот диалог был Необходим субъект Потому что если каждый писатель Разговаривает Читателем отдельно Это как минимум Уменьшенный эффект Чем От той Истории Где бы разговаривали Все вместе И такие площадки Должны Создаваться Как мне кажется В недрах Нашей ассоциации Они должны Быть В книжных магазинах Они должны быть В сети интернет И мне кажется По-другому Вот эту острейшую Проблему Которая сейчас есть Некая Потеря Или, скажем так Стагнация интереса К чтению Это именно та задача Которая способен Решить Именно писательский цех Да Чтобы стать Субъектом Для этого разговора О чем Современная литература Почему ее нужно читать Зачем она нужна Читателям Ведь по сути И писатели И читатели Говорят на одном языке Но находятся В довольно отдаленных Других углах Нашего отечества Вот эта задача Мне кажется В гуманитарном плане Одной из самых важных Спасибо Спасибо Встреча читателя И писателя Вот что важно Их свидание Даниэль Орлов Недавно поделился С читателями Своего Фейсбука Печальным обстоятельством Он Раскокал Свой ноутбук Это случилось На Одной Большой Литературной Встрече Шел И И что теперь Роман пропал Это повод Стать функционером Ну Здравствуйте Роман не пропал Роман есть Кстати Рукописи Они не только не горят Они так вот Не разбиваются Это в общем Наверное даже Это неприятно Но это не так страшно Мне кажется Что Если Коль уж мы там Собрались И собрались В эту ассоциацию Это все прекрасно Там И Это диалог с читателем Я считаю Что диалог с читателем Конечно Надо вести На страницах Своих книг А Русский писатель Сейчас Он уходит С Дырой на колени Да И Иногда даже Не метафорическая Дыра на колени А Общество Привычно Делает вид Что Ну Как бы Вроде так и надо И незамечаем И может быть И пускай Как бы Ходит с этой дырой На колени Дело в том Что Ну как бы В нашем Богоспасаемом Отечестве Сложилось Некое Странное Такое Странная Ситуация Стала Общим местом Говорить О Смерти Бумажной Книги О том Что Тиражи Падают По Объективным Причинам О том Что Люди Если читают То читают Книги Электронные И Это Такой Объективный Процесс Который Идет Во всем Мире Это Вранье Это Не так Я могу Сказать Что Например В тех же Самых Соединенных Штатах По данным Открытым данным Которые вы можете Все найти В профессиональных Изданиях Они доступны Через интернет Тиражи Печатных Книг В доковидный 19-й год Подросли И стали Ровно Такими же Какими были До появления Киндла Знаете Что это Такое Это Амазон В свое время Огромнейшее Электронное Издательство И просто Издательство Амазон Они сделали Читалку Киндла И тем самым Изменили Парадигму Чтения Так вот Книги действительно Тиражи падали Но сейчас Они ровно Такие же Как были До появления Киндла И продолжают Расти В Европе Тиражи Печатных книг Продолжают Расти Тиражи Печатных книг В России Падают Огромная Монополизация Нашего Книжного Рынка Случившееся Управление Этим Монстром Так называемыми Эффективными Менеджерами Которые Заботятся Не о Качестве Литературы И совсем Не думают Например О том О чем Нужно думать О культурной Безопасности Страны Они думают Совсем О другом Они думают О своих Местах Которые Они занимают В иерархии Огромного Книжного Монстра Смотрите Нормальный Стал Тираж Книги Сейчас Печатный Нормальный Тираж Услышьте Меня Тысяча Экземпляров Вы знаете У нас в стране 85 регионов Это По 12 Книжек На Регион Вам не смешно Сейчас О чем мы говорим О какой мы Литературе Можем Разговаривать Когда у нас Тиражи Печатных Книг В России Позволяют Отправить В регион 12 Книг Говорить На самом деле Не о чем И мне кажется Что если мы Здесь уже Собрались Вот в эту Ассоциацию Писателей Мы должны Заботиться Именно Этими Проблемами И мы Мы должны Выходить С теми Инициативами Которые Будут Предлагать Эти Решения Будут Предлагать Решения В том числе На государственном Уровне И это Инфраструктурное Решение Мне например Видится Что Необходимо Создать Государственную Книго-распределительную Сеть Книго-торговую Сеть Основная Идея Которая Будет Не Извлечение Прибыли А просто Донесение До читателя Книг На русском Языке Где Во главу Угла Будут Ставиться Не коммерческая Ценность Книг Это тоже Очень важно Но Художественная Ценность Книг И Кто Как не Писатели Едины Да Едины В своей Ассоциации Могут Сказать Что мы В этом Заинтересованы Конечно Мы в этом Заинтересованы Потому что Будут тиражи Будут Книга Перестанет Стоит Сколько Она Сейчас Стоит Вы Подходите Вот сейчас Например Вот там Павильоны Сколько Стоит Книга В среднем Рублей 600 Наверное 700 Смотрите Ведь экономика Этого вопроса Очень простая Книга В 300 Страниц Тираже Тысяча Экземпляров Отпускная Цена Ее издательства Не может Сейчас быть Меньше 300 рублей И туда Уже заложен Авторский Гонорар Сто процентов Накручивают Аптовики Вот вам 600 Ну хорошо 200 Да Сто процентов Аптовики Это 400 И сто процентов Магазин Это 800 Мы подходим К книжному Магазину И видим Книгу За 800 Рублей Москвич Может купить Себе Книгу За 800 Рублей Житель Владимирской Или Тульской Губернии Не может Себе Позволить Купить Книгу За 800 Рублей Не всякая Библиотека Может позволить Себе Увеличивать И обновлять Свои фонды Это серьезная Проблема И эту проблему Я считаю Нужно Решать Мне кажется Что мы собрались В том числе И для этого Мне тоже так кажется Даниэль И я думаю Что это Отдельная Очень важная тема Не только для обсуждения Но и для принятия решений Андрей Рубанов Писатель Популярный Известный Чьи тиражи Больше Тысячи экземпляров Человек Которого на ура Встречают Не сильно больше Во всех наших Губерниях Тем не менее Вошел В Творческий совет Ассоциации Так же как и Значительное количество Ведущих Ярких Разнообразных Стилистически Мировоззренчески Поколенчески Авторов Что же нас Всех объединило Зачем это надо И веришь ли ты В успех Этой попытки Сделать что-то А что мы сейчас И обсуждаем Для Родной литературы Да Спасибо Сергей Здравствуйте Во-первых Я присоединюсь К Даниэлю Предыдущему Уступавшему В том плане Что Не очень весело Дело обстоит Сейчас Несмотря на то Что количество Желающих Стать Литераторами Не уменьшается Оно все время Примерно одно и то же И талантливые люди Есть И их много Просто с ними Нужно работать Но Чтобы их Привлекать Эту талантливую Молодежь Нужно им что-то Предложить А просто так Они За славой И уже Идти не хотят Так что Они во всем Этом сомневаются Любая активность Которую мы Проявляем Для развития Литературы Вообще Любая Создание Творческого Союза Или Организация Фестиваля На который Мы с вами Пришли Вот Любуемся На Спасскую башню Это хорошо Любая активность Ведет на пользу Любая абсолютно Понимаете Потому что Ситуация Сложная Действительно Молодой Покорелин читает Меньше Мы в основном Опираемся на людей Там от 30 И старше И очевидно Что этот возраст Читателя Книги Он будет Подрастать Потому что Вот Там наши Восьмидесятилетние Дети Например Восьми тире Десятилетние Они уже читают Мало А предпочитают Визуальный контент Они предпочитают Смотреть в экранчик И это Избежать И бороться С этим Очень трудно Потому что Как вы все Прекрасно знаете 80% информации Человек Получает Через глаза Поэтому Смотреть кино Всегда будет проще Любопытнее И спокойнее Нежели читать Текст Написанный На бумаге Или на экране Но при этом Мы не должны С вами забывать Что тот Кто не читает Не умеет Не только Говорить Но и думать Потому что Думаем 99% людей Думают словами В наших с вами Головах Звучит речь Речь Наша Русская Которой мы владеем И мы на ней думаем Поэтому Если ты не читаешь То ты соответственно Воробей Редкий случай Обратите внимание Сейчас они вытеснены Из Москвы Редкий воробей Летит до середины Кремля Поэтому Я сам одиночка Понимаете Я сам одиночка Я не люблю Праздники Тусовки Общения Я устаю от людей Очень быстро Враг веселья Но В какой-то момент Написав Два-три Романа Я понял Что я без Сообщества Единомышленников Не могу Существовать Мне нужно Обязательно Идти коллегам Спросить у них О чем-то Иногда Поддержки Попросить В основном Морально Естественно Мы все Люди Небогатые Я попрошу Орла У меня одолжить 100 рублей Он откажет У него все На счету И мы все Такие Мы все Такие Понимаете Тут дело не в том Что мы хотим Ездить на Феррари Это возможно Только в Америке И очень редко Но Чувствовать Поддержку Коллег Очень важно Любую Даже вот Человек звонит Тебе там В 10 часов ночи И говорит Поговори со мной Мне плохо Вот Ну как бы Поговоришь То же самое То же самое Никто в одиночку Успеха не добивается Даже самых Индивидуальных Даже И не только писателей И живописцы И композиторы Всем им нужна Поддержка В какой-то момент Либо друга Либо коллеги Вот Либо старшего коллеги Либо человека Противоположного пола Какая-то Ну вы понимаете О чем речь Вот С этой точки зрения Вот Все что ведет К развитию Литературы нашей Я не скажу Что она хромает Что она на костылях Но там дела Они веселые По большому счету Не веселые 99% Из нас Ничего не зарабатывают На этом Вот Это не очень удобно Скажем Мягко Ну Я тут Дело не в жалобе Я просто пытаюсь Объяснить Как обстоят дела Звучишь на самом деле Оптимистично Да Спасибо большое Спасибо дорогие В заключение Я хотел бы Вот что сказать И попросить Актив этой Организации Ассоциации Действовать По возможности Не Оглядываясь На текущую политику Вот Потому что Если мы начнем Включать В нашу деятельность Политику Мы опять Разругаемся Все Вот этого Не хотелось бы Хочется Занимать Некие Центристские Позиции А иначе Получится Как с нашим Пенклубом Российским Который Развалился В результате Там Споров Политических На несколько Пенклубов Вот В результате Чего Как бы Деятельность Его Он должен был Пользу приносить А От него Может есть Какая-то польза Но в основном Там Внутри Корпоративные Разногласия Какие-то Вот А если Уж Организация Общественная Создается Так она Должна Создаваться Для некой Эффективной Помощи А не просто Чтобы она Была Да Ну вот Собственно И все Спасибо Спасибо Ура Ну собственно С этого Я и начал Безусловно Ассоциация Писателей Это ни в коей Мере Не про Политику Но я Своё мнение Еще скажу А пока Я попросил бы Высказаться Владислава Атрошенко Не только Замечательного Писателя И сеиста Но и человека Своими глазами Воочию Наблюдавшего Все эти Дрязги И расколы Которые Сопутствовали Дилижу Имущества И в том числе Интеллектуального Наследия Единого Литературного Пространства Которое было В нашей стране Когда Дробились Делились Строили друг Против друга Баррикады А потом Оказывалось Что Кто-то другой Втихаря Или наоборот Скорее Под шумок Этой перепалки Воспользуется тем Что Окажется ему выгодно А бедные творцы Те самые Одиночки По слову Рубанова Одиночки Оказываются На обочине Вместе с читателями Взыскующими Настоящей Литературы И Ее Ненаходящими Либо она Слишком Дорога Либо она Недоступна В провинции И так далее Ведь это Разбитое Зеркало Оно же Порезало Всех Не только Пишущих Но и читающих Дорогой Влад А что можно сделать Чтобы его склеить Дорогие друзья Добрый день Вот Действительно Я слушал выступления Своих друзей Коллег И Могу вам сказать Конечно Русские писатели Ругались Всегда Лев Толстой Ругался С Тургеневым Тургенев ругался С Достоевским Гончаров С Тургеневым Чуть ли не стрелялись Потому что Гончаров считал Что Тургенев Украл у него Идею романа И Это было Всегда Но Может быть Кто-то из вас Понаслышке Или по каким-то Слухам Знает Что Никогда Никогда Писатели Так яростно Не противостояли Друг другу Как в 90-е годы И Началось это С такого Полного Идеологического Распада Культурного Распада И Имущественного Распада Но Главным Здесь был Конечно Культурный Распад Которому Уже Приверствовалась И определенная Идеология И Вот Я застал Те времена Когда я Вот только Начиная Был еще Начинающий Молодой писатель 90-е годы И когда я видел Эти страшные Картины Когда люди Не подавали Друг другу Руки Готовы были Драться Там Не знаю Просто До Того Что готовы Задушить Друг друга Спорили Уже Не об искусстве Не о литературе А спорили Вот то Как раз О чем сказал Андрей Рубанов Спорили О каких-то Идеологиях О каких-то Химерах И Вы знаете Вот Попытки Удержать Вот это Культурное Писательское Пространство А это Очень важно Знаете Вот Что бы там Не говорили Я не знаю Ни одной Серьезной Литературной Страны мира Где не существовало Б писательских Сообществ Они есть в США Это есть во Франции Это есть в Китае Это есть во всех Европейских странах Это есть в Италии То есть Писательские Сообщества Везде существуют И вот Эти попытки Как-то Остановить Этот распад Распад Культурный И даже Я бы даже Сказал И морально-этический Даже распад Писательского Сообщества Они начались Еще в 90-х годах В Ясной Поляне Тогда По инициативе Владимира Толстого Ныне Да Который Да Который сейчас Кстати Возглавляет Творческий совет Нашей ассоциации Тогда по инициативе Владимира Толстого Писателя Анатолия Кима Знаменитого Автора Белки Ну и я в этом Принимал участие Тоже Были Организованы В Ясной Поляне Яснополянские Писательские встречи Вот Они продолжаются По сей день Но тогда Тогда Это Оказалось Единственной Такой площадкой Единственной площадкой Где писатели Которые Которые В других местах Могли друг другу Не подать руки Или вообще Как бы не сесть За один стол Имеется ввиду Дискуссионный Вообще Это было Такое противостояние Что Ну оно Доходило До Каких-то Абсурдных Вещей И вот В Ясной Поляне В Ясной Поляне Удалось В этих Писательских Встречах Сделать Эти первые Наметки Объединения Людей С разными Эстетическими Позициями С разными Политическими Позициями Ну я вам Только приведу Примеры Вот На этих Яснополянских Встречах Были Одновременно Участвовали В дискуссии Принимали Участие В этих Яснополянских Встречах Такие писатели С одной стороны Как Андрей Битов Маканин Дина Рубина А с другой стороны Ну это Такие писатели Как бы Либерального Направления Что ли Толка Такие Космополитического Космополитических Убеждений А с другой стороны Писатели Почвенники Такие как Владимир Личутин Петр Краснов Валентин Распутин То есть Наши классики И вот Тогда Тогда Может быть Вот на мой взгляд Были заложены Первые Что ли Зерна Того Объединения Которое случилось Сейчас Той Того Понимаете Как бы Объединение По принципу Писательского Братства Потому что Каких бы ни Был писатель Эстетических Позиций Политических Позиций Все равно Мы Братья Писатели И Только Только тогда Когда писатели Дружат И когда Существует Эта писательская Дружба Которая Не исключает Как бы И дискуссии И даже И даже Каких-то Острых Острых полемиков Друг с Другом Это все Не исключается Но когда Писатели Вот Дружат По-настоящему Тогда Начинает Собираться Это культурное Пространство И собственно Говоря Тут Понимаете Как Какая вещь Тут такая Диалектика Я Абсолютно Убежден Что Любой Творческий Человек Это волк Одиночка Это относится И к актерам Это относится И к режиссерам И В большей Наверное Степени В еще Большей степени Это относится К писателю Писатель Конечно Волк Одиночка И когда Ты Остаешься Один на один С этим Чистым Листом Или с Экраном Белым экраном Компьютера На котором Ты должен Вести свой Текст Напечатать Создать Его Ты Никого Нет Есть только Ты Ухо Господа Бога Который Слышит Твою Речь Твой Месседж Как сейчас Модно Говорит Что ты хочешь Сказать Миру Твою Трансляцию И все Но Понимаете Жизнь писателя Этим не ограничивается Она Как правильно сказал Андрей Рубанов Она этим не ограничится Ты Ты не только Пишешь Ты впитываешь В себя Эту жизнь Ты общаешься С людьми Ты общаешься Со своими Братьями Писателями И Понимаете Действительно Вот этот Распад Ну Есть такая Простая Русская пословица Рыба Гниешь С головы Когда Начало В 90-е Годы Распадаться Это писательское Сообщество Стало Распадаться Все И издательское Сообщество И читательское Сообщество И И те Проблемы Которые мы Унаследовали Вот о которых Даня Орлов Говорил Те проблемы Которые мы Унаследовали Дикую Коммерциализацию Дикую Просто Такую Знаете Свирепую Просто Коммерциализацию Которая Не признает Уже ничего То есть Вот давайте Деньги Мы хотим Печатать не книги А мы хотим Печатать деньги Просто Сразу Конвертировать Книгу в деньги Между прочим, мы переплюнули в этом наших европейских друзей и коллег. Вот я как раз до пандемии, в 2018 году мы были вместе с Гузельяхиной, у нас было турне по Франции, по разным городам, там Бордо, Тур, Париж потом мы были. И мы встречались с читателями в книжных магазинах. Это было очень интересно, именно в книжных магазинах Франции. И вот какая картина там была, значит, у меня как раз тогда там вышла маленькая книжечка, она очень такого маленького объема, и это такой цикл миниатюрных рассказов. И ее нет по-русски, этой книги, то есть она вот вышла, это первое издание этой книги было по-французски, ее до сих пор нет на русском языке. И у меня читатели французские спрашивали, а почему у вас эта книга не издана на вашем родном языке? Я говорю, ну вот у нас так в России, у нас любят большие книги, вот чтобы книга была вот такая, толстая, и маленькие книги не изданы. И мне тогда хозяин магазина, это было в Туре, он взял с прилавка и показал мне книжку, где был издан в твердом переплете один рассказ. А я спросил, а как так можно? То есть это же коммерчески невыгодно, вообще со всех сторон выгодно издать большую толстую книгу. Он говорит, вот так, существуют программы поддержки, малых издательств, малых изданий, существует масса программ. И вот мы сейчас в нашей ассоциации, мы хотим избавиться от этого наследия 90-х, от всех тех проблем, которые мы унаследовали, избавиться за счет вот этой писательской дружбы, объединения, чтобы решить вот эти вопросы, которые касаются не только нас, они касаются читателей, они вообще касаются культурного пространства нашей страны. Спасибо. Спасибо, Влад. Спасибо. Аплодируем. Вы знаете, друзья мои, позвольте и мне поделиться с вами своими мыслями о том, зачем нужна эта самая ассоциация. Да, здесь много говорилось про одиночек и, как не вспомнить, Пушкинская. Ты царь, живи один. А если царей сразу много, это что? Много императоров. Нет, это не палата сумасшедшего дома. Это на самом деле та вынужденная солидарность, без которой нет нас всех. Пишущих, читающих, да и страны нет. Я уверен в том, что Россия остается литература центричной. Россия – это страна слова, и куда бы ты ни приехал, к тебе как к пишущему относятся иной раз как к батюшке. Хотят поисповедоваться, вынимают проповеди и даже на нее провоцируют, ждут пророчеств. Это отношение к писателю особое, но, к сожалению, культурный компас оказался расплющен и раздавлен. Зачастую люди дезориентированы в мире книг. Отдельная история состоит в издательских проектах. Я думаю, что ассоциации появятся и свое издательство. И здорово, что крупнейшие издатели страны вошли в руководство этой ассоциации. Это вопрос доступности книг, это вопрос комплектации библиотек, потому что очень часто можно услышать о том, что это нечто рудиментарное. А следом и книжные магазины, да, все скачать можно. Но вот подобные разговоры, на мой взгляд, отдают диверсии. Конечно, защита домов культур, культуры библиотек, книжных, это наша прямая обязанность. Через все возможные средства, через государственные органы, которые видят перед собой наконец-то субъект, отстаивающий интересы всего литературного сообщества. Полемика никуда не денется. Она может быть даже иной раз более ожесточенной, чем в иные годы. И каждый остается при своих ценностях, взглядах, отношении к тем или иным событиям. И вовсе не нужно это нивелировать или привести к какому-то сладкому сиропчику и общему знаменателю. Но есть общее, трезвое, ответственное понимание, что нас собирает. Конечно, писатели оказались, как я уже говорил, на обочине. Есть социальный фонд поддержки, между прочим, и деятелей театрального искусства, и живописцев, и композиторов. Я надеюсь, такая же история возникнет в отношении писателей. В первую очередь речь идет о людях немолодых, и в том числе о наших классиках. Это стыдно и печально, когда Виктор Иванович Лихоносов отмечает 85 лет, его поздравляют бодрыми телеграммами, но просто взять и переиздать его книгу, или помочь с архивом, или помочь, ну что там, поднять забор у него в Кубанской степи. До этого уже руки у начальствующих не доходят. И вот для защиты, в том числе как профсоюзная организация, затеяна ассоциация. Но это не все. Это же еще и книжные фестивали, и литературные встречи. И то наследие, которое осталось от Союза писателей СССР. Все крупнейшие литературные объединения, которые когда-то разошлись в разные стороны, нашли в себе силы и мужество, мужество и мудрость вместе собраться и объединиться. И я рад, что теперь, это благая весть, центром ассоциации стал знаменитый дом Ростовых, который удалось не потерять и сохранить, и сберечь. И теперь это место на улице Поварской, место легендарное. Одно из немногих зданий Москвы, сохранившееся в пожаре 2012 года. Место, где, как считается, Наташа Ростова проводила время. И Лев Николаевич Толстой, как считается, именно с этого здания писал многое в своем романе. Это место стало нашей штаб-квартирой. Должно возвращаться все. Все, что было. И это не то, что нечто кондовое, придуманное когда-то и отмершее. Это не попытка реанимировать или гальвинизировать то, что уже не будет ходить. Нет, нет. Не случайно мои коллеги вспоминают мировой опыт. У нас принято под видом рынка выкашивать все живое. А на самом-то деле есть бумажные книги, есть книжные магазины даже в самых маленьких городках. Есть литературные журналы в Европе, на Западе. А у нас какая драма толстяков. И одна из важнейших задач Ассоциации спасения наших ведущих литературных журналов. Чтобы они работали в своих редакциях, в своих помещениях, чтобы там платились гонорары. Чтобы эти журналы самой разной направленности, «Новый мир» и «Наш современник», «Знамя» и «Москва» поставлялись в библиотеки по всей стране. Потому что по-прежнему запрос на эти журналы важнейший. И в том числе молодые люди приходят туда. И есть еще такая, так скажем, фишка весьма модная на Западе. Называется арт-резиденции. На самом деле это те самые дома творчества, которые были в нашей стране. Должна быть возможность у пишущего человека приехать в любую точку своей страны. В Коктебель или в Комарова. Или на крайний север, или во Владивосток. Гулять, писать очерк, общаться с людьми, встречаться с читателями. И эта возможность жить, дышать, наслаждаться жизнью. Возможность сочетания творчества и быта. Это тоже задача нашей ассоциации. Все это устроить и организовать. Ну а еще вообще писательские десанты, между прочим. То, что некогда называлось бюро пропаганды русской литературы. А на самом деле означало возможность для писателей приехать на встречу с читающими. Здорово, что наперекор всей этой чуме вот мы сейчас с вами имеем возможность разговаривать, общаться. Может быть в оставшееся время кто-то захочет что-то спросить. Но вот такая возможность, которая должна быть открыта для всех регионов, чтобы в библиотеку, в вуз, в школу могла приехать сборная писателей от самых разных союзов. Чтобы самые яркие авторы, в том числе те, кто не особо ассоциирует себя с теми или иными структурами, могли встречаться беспрепятственно с читающими, это было бы очень здорово по всей стране. И поверьте, для меня самого это важнейший опыт. Опыт преподавания в школах. Ну взять тот же 31-й Челябинский лицей. Или только что вернулся из Таганрога. Вуз, полный зал. Ребят, все интересуются, все хотят этого общения. Но хотя бы организовать билеты, организовать проживание, пребывание. Россия, повторяю, остается стороной слова. В ассоциации собрались люди очень разные. Одним из первых, кто нас поддержал, стал Валентин Яковлевич Курбатов. Недавно ушедший из жизни. Замечательный псковский подвижник. Это человек, который благословил нас на нашу работу. Виктор Иванович Лихоносов, мной здесь упомянутый. Я сейчас назову несколько имен, которые очень разные. Это люди разных взглядов, разного стиля, разных поколений. Евгений Водолазкин и Алексей Варламов. Владимир Крупин и Владимир Личутин. Александр Кушнер и Олег Чухонцев. Леонид Юзефович и Герман Садулаев. Олеся Николаева и Дмитрий Воденников. Татьяна Толстая и Ольга Славникова. Роман Сенчин и Андрей Геласимов. Александр Проханов и Юрий Поляков. Ольга Новикова и Игорь Волгин. Евгений Рейн и Юрий Кублановский. Михаил Тарковский, Павел Басинский, Лев Данилкин. Денис Драгунский, Владислав Атрошенко, Гузель Яхина. Сергей Лукьяненко, Денис Гуцко, Андрей Астрасатуров, Борис Якимов. Игорь Золотузский, Александр Терехов, Александр Ильичевский. О редакторе наших журналов. Они с нами. И Чупринян, и Василевский, и Куняев, и Артемов. Национальные писатели. Исхак Машбаш, Ринат Харис. Канта Ибрагимов, который нам всем передает пламенный привет. Это огромная работа, уже проведенная. Потому что бы собрать за одним столом таких разных и таких ярких. Это работа на общественный договор, на общее дело, на единение нас всех. Но возникает вопрос и о молодых. Сегодня появляются и 30-летние, и 20-летние. Те, кому я с огромной отрадой отдаю страницы и пространство журнала «Юность», где работаю главредом. Вот как быть с молодыми? Каждый из деприсутствующих – это отцы. У нас довольно юные чада. И надо сказать, что вопрос соцсетей и чтения – это тоже важнейший вопрос для существования ассоциации. Мы будем в ближайшее время продвигать большой и мощный проект для молодых, для самых юных. Встречаясь с ними в специальных местах – это и Артек, и Таврида. Сами организовывая такие площадки – творческие, дискуссионные, клубные. Создавая большую премию, где, конечно же, особое внимание будет уделено молодым. Но и приходя в соцсети. Дело в том, что я счастлив был пробить программу «Открытая книга» на телеканале «Культура». Жаль, что этого не было, например, 20 лет назад. Именно подробный разговор с писателем о написанной им вещи, о современной литературе программы. Но я прекрасно понимаю, что большинство молодых сегодня в интернете, YouTube, не побоюсь этого слова «ТикТок». Вот они, на самом деле, должны быть заполнены занимательными, живыми, интересными сюжетами, связанными как с современной, так и с классической литературой. Чтобы молодой человек ориентировался не только на натаскивание ЕГЭ, а узнав, что ему предстоит тот или иной экзамен, столкнувшись с тем или иным произведением, он мог зайти и получить и профессиональную, и увлекательную историю. От современных писателей, от тех или иных звезд, от артистов, от ярких рассказчиков. Популяризация литературы и возможность для самих молодых, в первую очередь для них самих, рассказывать друг для друга. Это тоже задача ассоциации. Поэтому мы создаемся не просто для того, чтобы утешить писателей 20 века, но мы нацелены в грядущее. Вот такие амбициозные задачи. И будем все это осуществлять постепенно, но уверенно и настойчиво. Если у нас еще остается время, я думаю, желающие могут задать свой вопрос. Поднимайте руку. И если пока перевариваете всю ту информацию, которая на вас свалилась, давайте готовиться к открытию фестиваля. А я бы задал последний, наверное, заключительный, но краткий вопрос. А что делать с нашими детьми? Что делать с теми, кто хотелось бы, чтобы читал? Как вы видите вот это? Как увлечься чтением? Влад? Ну, действительно, вот ты упомянул ТикТок и Ютуб. Я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов то, что происходит, и нельзя закрывать на это глаза, прятать голову в песок, как страус. Что физически люди разучиваются читать. Вот просто физически. Это касается всех. Даже вот у меня, сыновья мои, и мой старший сын, ему проще посмотреть какой-то ролик, чем прочитать книжку. В лучшем случае еще послушать как бы аудиокнигу, что хорошо. Но мы должны, наверное, этому придавать серьезное значение. Ты читаешь трехлетней Маруси? Да, конечно, обязательно. Будем брать пример. Да, обязательно. Я читаю двухлетней Катюнечки и своего 15-летнего Ваню тоже. Учу не только смотреть ролики, но и читать книги. Надо, мне кажется, просто обучать чтению как физическому процессу. Потому что, да, это трудный процесс. Это надо взять, надо читать, надо переосмысливать слова, переводить в смыслы, в образы. Это трудно. Это гораздо труднее, чем посмотреть ролик ТикТока. Но это надо делать, потому что иначе мы можем утратить вообще как род человеческий. Просто мы утратим эту способность вообще к чтению. И мы, ассоциация как раз создана для того, чтобы и вот эту опасность, которая существует, учитывать и просто учить читать. Ну да, а вообще, мне кажется, что талантливые люди, люди пытливые умом не переводятся. И поэтому, вы помните, был в свое время театр у микрофона, многое уходит в подкасты. На самом деле, связь визуального и вербального, она весьма тесная. Я бы не клеймил новое поколение, а просто все делал для того, чтобы просвещать. Как там Ариадна, Андрей, читает? Ну, сказки надо читать детям в обязательном порядке, это не обсуждается. А когда ребенок подрастает, поскольку я сам из семьи педагогов, то приучать к чтению – это такой же процесс педагогический, как и любой другой. Если вы захотите, вы ребенка так или иначе к чтению приучите. И изобретать тут, в общем, ничего не нужно, поскольку все уже давно изобретено. Как вот ребенка учит руки мыть, точно так же его надо учить и читать. И в какой-то момент, да, да, но сейчас читает мало, но читает. Я заставляю, я пытаюсь ее объяснить методом убеждения, действую, что нужно читать. Иначе ты, говорю я ей, не научишься хорошо, внятно, богато, емко разговаривать. И, соответственно, жить. Спасибо. Кратко, у каждого по полминуты. Кратко, да. У меня тоже две маленьких совсем девочки. Одной 10 лет, другой 7. Но я вообще считаю, что это, конечно, только своим примером. Загонять их в чтение невозможно. Я как-то по дурости своей тоже говорю, ну иди там читай. Нет, это не работает. Работает, когда они видят, что папа и мама читают, а потом папа и мама обсуждают какую-то книгу. Может быть, очень некомплиментарно, но обсуждают. Значит, у взрослых есть некий интерес, да, у взрослых есть повод для разговора, а вот дети вот на это делают сразу же стойку. Им тоже хочется быть как родители. Они тоже открывают книгу и что-то читают. Я думаю, что только пример. Максим? Я думаю, все будет нормально. А я думаю, что все будет просто хорошо. Есть такой один чат в WhatsApp, он называется «Хорошая ассоциация». И там списываются между собой те, кто имеет отношение к тому, что мы затеяли. Я бы хотел, чтобы у всех у нас ассоциация с тем, что мы собираемся делать и уже делаем, была только самая хорошая. Этого я нам желаю. И пускай в сознании у всех наше общее дело останется прекрасным. И жду вашего участия в наших же делах. Спасибо за внимание. Будем действовать во имя слова дальше. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.